Евгений Евтушенко «Золотые ворота» читает Павел Беседин. Откоса на невидимой лопате, крутился винт, ельцов кроша, однообразно, как лапша, мелькали сосны, мельтеша, и как хотела бы душа не упустить ни мураша, ни стебля во вселенной, и как хотела бы душа, едва дыша, едва шурша, плыть самосплавом не спеша, как тишина вдоль камыша, поленье вместе с Леной. Кричали гуси в тальниках, и было небо в облаках, как бы в бессонных синяках, под впавшими очами Творца, державшего в руках мир, сотворенный в попыхах, погрязший в крови и грехах. Но здесь, на Ленских берегах, прекрасный, как в начале. Закат засасывало дно, а облака слились в одно, как темно-серое редно, и небо заслонили. Но от заката все равно остались вбитые в темно, горячей канкою красно, ворота золотые. Был краток их сияния час, сгущались тучи, волочась, но зыбким золотом лучась, мерцали те ворота над чернотой прозрачных чащ, как свежетертая часть старинного киота. И тихо верили сердца, что если с детскостью лица они с нахальством пришлица, чуть-чуть коснуться багрица, мизинцем удивленным, то наподобие ларца, в руках дарующих Творца, ворота эти до конца откроются со звоном. Но был упрям, как Д'Артаньян, бархатоглазый капитан, над ним висел железный план идти вперед на океан, где айсберги летые. Он все предвидел, капитан. Ремонт, заливку и туман, но в плане был большой изиян, недоучел железный план, ворота золотые. И капитан сказал нам «Ша!» Нас, под раскисших тормоша и карбос, задано спеша, по волнам дел антроша, а мы молчали кореша. Нам было грустно-грустно. Жизнь лишь тогда и хороша, когда отклонится душа перед природой не греша. От заданного курса я вахту нес, я сплутовал, я втихаря крутнул штурвал, но было поздно, прозевал. Все тучи залепили лишь край небес, аллея, звал туда, где канули в провал. Ворота золотые.